Накануне в эфире телеканала «Актис» вышла очередная серия проекта «Призвание учить». В прямом эфире наши ведущие пообщались с учителями и руководителями ангарских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Также студию телекомпании посетили талантливые ученики, победители всевозможных конкурсов и олимпиад. Тему продолжат мои коллеги. Сегодня школьное образование в России претерпевает серьезные изменения. Одной из актуальных тенденций является развитие ученического самоуправления. Это отличный способ вовлечь подрастающее поколение к участию в общественной жизни. Одним из гостей телепроекта «Призвание учить» стал десятиклассник Иван Шульга. Не так давно его избрали председателем областного детского парламента. За свой успех он благодарит педагогов ангарской школы номер 4. Учителя действительно играют в моей жизни большую роль, потому что, ну, как минимум, они меня учат чему-то новому, дают мне знания, которые пригодятся мне в дальнейшем. И также как раз-таки наставляют на моем жизненном пути. Татьяна Анатольевна Шевченко – учитель физики высшей категории. Вот уже почти 10 лет она является руководителем муниципального методического совета в своей предметной области. Входит в экспертную комиссию по проверке ЕГЭ. Стать педагогом Татьяна Анатольевна решила еще в школьные годы. Учителя увлекли своей харизмой и преданностью науке. И вот спустя много лет она, как и ее наставники, делает все возможное, чтобы законы физики стали понятны и доступны даже тем, кто сидит на задних партах. Получается увлекать, может быть, не всегда, но постепенно, помаленьку, потихоньку увлекаем, прививаем любовь к физике. Потому что дети мои участвуют в олимпиадах, участвуют в научно-исследовательских конференциях. И вообще учитель, я получаю удовольствие, когда ребенок достигает каких-то результатов, потому что для него это шаг вперед. По традиции эфир телепроекта украсила рубрика «Разговоры о важном». Название перекликается с внеурочным предметом, который с начала учебного года преподают во всех российских школах. В этот раз ведущей рубрики стала ученица гимназии номер один Анна Чуприкова. Меня зовут Анна. Мы с вами находимся в Первой Ангарской гимназии. Сегодня мы поговорим и даже немного покажем вам фрагменты уроков, которые относятся к нашей программе, новой программе, которая только развивается в нашей гимназии, программе наставничества и вожатства. Мы просто всегда открываем для себя какие-то новые звезды. Удивительно, какие люди живут у нас в городе Ангарске. И у них села батарейка. Софа сказала, что батарейку нужно поменять, а старую поставить, ой, выбросить ведро. Но я сказала Софе, что нельзя выбрасывать батарейки в мусорное ведро, потому что они могут навредить природе. Телекомпания «Актис» будет продолжать проект и впредь, чтобы в год педагога и наставника каждый житель региона мог узнать о том, какой титанический труд стоит за этой профессией, а также познакомиться ближе с выдающимися ангарскими учителями. Наталья Хмелева, Вероника Васильева, Егор Сорокин, Александр Черник, Дмитрий Новопашин. Местное время.